Здравствуйте! В эфире программа про здоровье. Сегодня в выпуске. Где вводят в эксплуатацию новые поликлиники, какие возможности появятся у онкогематологов региона и кого собрал всероссийский флешмоб. Но пока к другим темам. 700 медиков из разных регионов России, больше 20 тематических секций. Впервые за последние 4 года хирурги Сибирского федерального округа собрались на съезде в офлайн-формате. Новосибирск представляла большая делегация ведущих специалистов. Неотложная, пластическая, эндопросветная. В программе съезда актуальны вопросы современной хирургии. Фокус внимания на малотравматичность. Раньше считалось, что большой хирург делает большие разрезы. Сегодня современная хирургия, это в идеале хирургия без боли. Это эндоскопические, это лапароскопические, это роботические технологии. Важная задача понять, вернулись ли к доковидному уровню по оказанию плановой и неотложной помощи. Практически все регионы справились. В их числе Новосибирская область. Ее на съезде представляют 40 медиков. Больше половины трудятся в областной больнице. Был очень интересный доклад по осложнению ковидной инфекции. Поражение лицевого скелета у пациентов ковид. Докладовала у нас Евгения Владимировна Гаршина. Блестящий доклад был от Центра диабетической стопы руководителя Пащина Светлана Николаевна. Очень много вопросов, очень интересные. Мы практически единственные, кто представили доклады по детской хирургии. Как правило, общая хирургия и детские хирургии немножко разделяются в своей работе. Но тем не менее, мы выставили несколько докладов. И наш доклад доктора Павлушина тоже огромный интерес. Кривошенко был доклад, один детского хирурга, и Павлушина. Мы заявили, и блестяще выступила Яна Лидовна Монакова по диагностике медиастениты, рентген-радиологические методы диагностики. И мы здесь, мне кажется, очень правильно разбавили такую общую хирургическую аудиторию такими специалистическими докладами, специализированными докладами, потому что мы на сегодня имеем эту возможность. То есть узкоспециализированные подразделения областной больницы. Люди по-хорошему глубоко профессионально копают. И вот этот материал, конечно, был интересен общим хирургам. Три секции из 20 на съезде посвятили хирургии повреждений. Ведущие специалисты военно-полевой хирургии из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону выступили лично и с помощью видеоконференц-связи. Доложили нашим коллегам о опыте лечения ран, ранений, повреждений, связанных с проведением специальной военной операции. Аншлаг на этих секциях, потому что тема, в самом деле, актуальна. У гражданских специалистов где-то есть небольшие пробелы в этих знаниях, специфических знаниях. Сейчас формируют делегацию на Всероссийский конгресс. Он состоится в конце октября в Москве. А следующий съезд хирургов Сибирского федерального округа пройдет через два года в Барнауле. Сейчас рассматривают предложение вернуться к старому формату, чтобы собирались медики не только Сибири, но и Дальнего Востока. В этом году в рабочем поселке Краснообск ведут в эксплуатацию современную поликлинику на 750 посещений в смену. На каком этапе подготовка к открытию медучреждения расскажет Юлия Алиханова. Четырехэтажную поликлинику площадью 10 тысяч квадратов возводят с июля прошлого года. На территории оборудовано больше ста парковочных мест, в том числе и для маломобильных граждан. До наступления зимы заменят асфальтовое покрытие и установят бордюры. При любом пусковом объекте сразу подумайте, что нужно сделать дополнительно по прилегающей территории, по парковкам, по остановкам общественного транспорта, особенно для такого объекта. Для удобства маршрутизации пациентов справа оборудовали детское отделение, слева – взрослое. Рассчитана поликлиника на 750 посещений в смену. Сегодня в здании устанавливают современное оборудование. На первый взгляд определить производителя невозможно. В это сложно поверить, но в новой поликлинике среди основного оборудования нет импортного. Это будет первый опыт среди медучреждений, где большую часть оснащения составят белорусские и отечественные аппараты. Момограф, флюорограф и рентген – все крупное оборудование российского производства. По качеству новые аппараты ничуть не уступают зарубежным. В них есть все необходимые функции для точной проверки органов и постановки диагноза. Что российский производитель сориентировался и начал производство нашего медицинского оборудования. К примеру, мамографическая установка, она у нас функции томосиндеза и биопсии. В ближайшее время мы отправляем двух специалистов. Сейчас уже определяемся с курсами, либо это Москва будет, либо Санкт-Петербург. И направляем специалистов для прохождения этого обучения. Медучреждения введут в эксплуатацию в декабре. В селе Каменка в стенах нового медучреждения уже приступили к работе. Теперь пациенты могут пройти первичную диагностику и попасть на прием к узким специалистам, не выезжая в мегаполис. Пройти вакцинацию, сдать анализы, записаться на прием к терапевту или к узкому специалисту. Теперь все это в шаговой доступности для жителей микрорайона «Олимпийская слава». Всего год назад на этом месте был пустырь. Жители села Каменка и близлежащих микрорайонов были вынуждены ездить к врачам в город, на проспект Дзержинского. А сейчас, говорят, другое дело. Намного удобнее, ближе, даже анализы сдать, ближе добираться. Наблюдаюсь я, мой папа, дочь, то есть педиатрия. Ну, очень хорошо, что расположено близко, ну, хотя бы к дому. Новое отделение рассчитано на 100 посещений в сутки. Дефицита в сотрудниках нет. Многие врачи, медсестры и санитары сами живут неподалеку. Здесь особый микрорайон, здесь много молодых врачей, потому что они покупают здесь квартиры, они покупают здесь дома. И рядом доступность для работы – это тоже очень важно. Это совместный проект, потрясающий проект. Это программа губернатора с возможным дополнением финансирования, национальный проект здравоохранения. Всё с нуля, высокотехнологичное, комфортное, очень хорошо продуманное здание поликлиники. Это доступность и качество медицинской помощи населению. В селе Каменка в коттеджных посёлках и таунхаусах поблизости живут более 30 тысяч человек. Население растёт. Пока прикрепили только треть потенциальных пациентов. В посёлке Близкий тоже планируют открыть амбулаторию. На самом деле проект модернизации первичного звена очень масштабный. Происходит на территории всей области до самых-самых отдалённых уголков. И включает в себя не только строительство новых объектов, начиная от ФАПов и врачебных амбулаторий и поликлинических отделений, но и до оснащения новым оборудованием. Сейчас мы на конец года уже ещё ряд объектов готовимся к сдаче. Сейчас работают педиатрическое и терапевтическое отделения. Есть стоматолог, акушер-гинеколог, УЗИ-специалист и приезжает невролог. Подготовлен дневной стационар. Со временем поликлинику намерены насытить разными диагностическими технологиями, в том числе лучевой диагностикой. Установить томограф. Новые возможности появятся у онкогематологов региона. После строительства детского корпуса областной больницы врачи смогут оказывать практически весь спектр медицинской помощи юным пациентам. Это и трансплантация костного мозга, и уникальные операции, и лучевая терапия. В проекте заложен высокотехнологичный ускоритель. Как сегодня работают медики, какие новые методики используют в лечении детей. Сегодня в подарок от отделения детской онкогематологии игрушки. Анюта другу Зайцу имя придумала. У Максима словарный запас пока ограничен. Мальчику год и четыре. Двенадцать месяцев назад он попал в больницу в тяжелом состоянии. Спасли. Лечение мы проходим дома. Обследование у нас проходит каждые полгода. Через полгода мы приезжаем сюда, сдаем анализы. И летаем в Москву, в клинику Рогачев. Изначально у нас была изоляция. То есть у ребенка с мамонететом все плохо. Поэтому мы практически все время сидели дома. Общались только с родственниками, с близкими знакомыми, которые не болеют, чтобы не заразить ребенка. Но на данный момент врачи говорят, что можно вести обычный образ жизни. Потому что мы получаем терапию и у него с анализом все хорошо. Сейчас медицина находится на очень высоком уровне. Здесь очень замечательные врачи. Потому что они спасли моего ребенка. Спасибо вам за это. Мой любимый герой Леди Баг. Она красивая такая. Как божья коловка. А мне божьи коловки больше нравятся. Дарье Михайловне, а именно так все зовут пятилетнюю пациентку, нравятся супергерои. Свою суперсилу, стойкость и оптимизм она показывает уже почти два года. Столько для цели лечения поддерживающая терапия. Мама вспоминает. Поступили 11 ноября 2021. Диагноз смогли поставить только к Новому году. Были периоды разные, ощущения, так сказать, и взлеты, и падения. Но благодаря нашим врачам. У меня аж руки трясутся, но это правда. Я не зря им доверилась. И целиком и полностью у меня не было ни капли сомнений, вообще ни в один из дней, что все будет хорошо. И благодаря еще Дарье Михайловне, которая поддерживала каждый день своей улыбкой и настойчивостью. В лечении острого лимфобластного лейкоза прорыв – иммунотерапия. В последние два года методику используют и новосибирские онкологи. Взяли на себя смелость и пролечили нескольких детей с острым лимфобластным лейкозом. Это, конечно же, во-первых, сократило время терапии. Если обычные дети с лейкозами от 6 до 8 месяцев беспрерывно находятся на терапии в нашем отделении, то введение вот этого иммунопрепарата Блинтумуап сократило терапию в два, иногда и в три раза. Появляются новые препараты и схемы лечения, но и болезни принимают другие формы. Так чаще детям дошкольного возраста стали ставить диагнозы, которые характерны для пожилых. Всего за прошлый год в Новосибирской области наблюдали 400 несовершеннолетних с различными видами злокачественных новообразований. Сегодня рассказывают, новые возможности появятся у медиков со строительством детского корпуса областной больницы. Когда он будет введен в эксплуатацию, то мы решим вопрос не только проведения трансплантации костного мозга нашим ребятишкам на территории Новосибирской области, но также уже в проекте в этом корпусе заложен ускоритель для проведения лучевой терапии, которая очень актуальна для детей с опухолемирной системой. После того, как новые корпусы ведут в эксплуатацию, в регионе смогут оказывать практически всю необходимую помощь для маленьких пациентов с заболеваниями крови. Статистика последних лет – стойкая ремиссия у 90% детей. «Будьте рядом» – слоган недели слинга-ношения в этом году. Торжественно завершил ее всероссийский флешмоб. Уже девятый раз мамы со всей страны принимают участие в едином танце. «Улыбаться! Всем улыбаться! Хорошо? Готовы еще раз припев? 5, 6, 7, 8!» До полудня несколько минут. Есть время повторить сложные моменты. В 12.00 мамы со всех уголков России из 50 городов исполнят танец в поддержку материнства. «Один танец на всю страну» – такой флешмоб проходит уже девятый раз. За эти годы объединить он успел тысячи мам из разных регионов России. Иногда приходилось танцевать с зонтиками под дождем. В этом году с погодой повезло. Тепло и солнце. «Готовились мы очень быстро в этом году, потому что танец такой легкий, под песню «Мама», непринужденно. Девочки все быстренько сорганизовались, и мы очень выучили буквально за две репетиции». «Сложное место в том, что эта музыка просчитывается все-таки тяжело. То есть там идет музыка немножко из-за такта, движение немножко из-за такта, и в этом создаются определенные сложности. Но нам все под силу». Те, кто пришел с детьми, танцуют с ними в эргономичных рюкзаках или слингах. Есть мамы с медицинским образованием. Стоматолог-терапевт Яна Дюжа и врач-фтизиатр Кристина Бухтина оценивают, насколько безопасны такие тканевые приспособления для переноски малышей. «Мы каждый год участвуем во флешмобе. Используем вот такие слинги. Это физиологически безопасная переноска. В ней можно и с грудным ребенком, и можно вот с таким большим ребенком. Там соблюдено все с возрастной категории, все принципы безопасности, чтобы малыш хорошо сидел, чтобы у него поддерживалась шея. Сам танец адаптирован под малышей в зависимости от возраста». «Могу также сказать, ну, как врач, что все переноски физиологичные, безопасные. Флешмоб полностью соответствует всем нормам переноски малышей. Детки довольны и счастливы». Чаще всего мамы в обычной жизни используют слинги. Но в ритме танца одни плюсы. «Я решила просто попробовать, потому что дома в декрете сидеть очень скучно, но у меня уже третий малыш. Но я впервые с таким столкнулась, и нам очень понравилось. И даже Богдану, и он, во-первых, хорошо потом спит, есть у мамочки время». «Ребенок вот эти ритмы музыкальные улавливает. Я считаю, что это тоже очень полезно для развития. Для мамы, ну, в месяц-два вот с таким малышом, ну, в какой мы пойдем там, в тренажерный зал, на какие занятия. А здесь все мамы здесь, все с детьми, то есть возможности и покормить, и поиграть, и потанцевать. То есть все друг друга понимают. И вот это вот единение, оно на самом деле очень объединяет. Ну и детям очень нравится танцевать, да? Начинаем с ним танцевать. Сразу же на позитиве ребенок, да? В следующем году флешмоба-юбилей. На десятилетие планируют устроить особо массовый танец. В планах собраться в парке «Арена» около нового ледового дворца спорта. «Танцы объединяет Новосибирь!» 21 сентября – Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера. Потому неделю с 18 по 24 Минздрав России посвятил популяризации здорового старения. Проблемой занимаются в разных странах. Ученые не прекращают попытки найти таблетку от старости. Так в Калифорнии наблюдают бум исследований в области биотехнологий. Возможно ли вылечиться от старости? Узнайте из сюжета в рубрике «Мировые новости». Для этих пожилых жителей района залива Сан-Франциско игра в бинго и растяжка – хороший способ закалить и тело, и ум. «Если бы наука смогла придумать, как сохранить в моей памяти физические способности до моей старости, я была бы очень счастлива». Наука пока не может предотвратить старение, но ученые не прекращают попытки найти способы остановить или замедлить процесс. Так в Калифорнии наблюдается бум исследований в области биотехнологий против старения. Возраст влияет на всех по-разному. У кого-то ослабляется иммунная система, начинаются воспаления или снижаются когнитивные и нейросенсорные функции. А кто-то начинает терять костную и мышечную массу. «Старение – это не то же самое, что ржавчина, накапливающаяся на автомобиле. Это не просто поломка, а скорее процессы, которыми можно манипулировать. Вы можете их настроить определенными способами. Я интерпретирую старение как программную ошибку». Компания BioAge занимается тем, что ищет общий знаменатель среди образцов крови и тканей людей, проживших долгую и здоровую жизнь. «Есть белок апеллин, который циркулирует в крови. Мы выяснили, что люди среднего возраста с более высоким уровнем апеллина в крови жили дольше. И по мере старения их мышечные и когнитивные функции сохранялись лучше. Мы дали этот препарат очень старым мышам и увидели, что он улучшает их мышечную функцию». Сейчас препарат проходит клинические испытания на людях. Как ожидается, он поможет восстановлению и регенерации мышц. «Мы изучаем разрыв между продолжительностью жизни и продолжительностью здоровья, то есть тем, как долго человек живёт и как долго остаётся здоровым. В большинстве развитых стран существует 20-летний разрыв». Стремление Калифорнии к молодости может восприниматься как роскошь для богатых. Но, возможно, оно может превратиться в доступное лечение от старости. Что нового в сфере обязательного медицинского страхования? Расскажем далее. Пройти бесплатную диспансеризацию легко. Совершеннолетний должен быть прикреплён к поликлинике и иметь полис УМС. «Страховая компания «Ингострах-М» напоминает вам, что с помощью регулярного медицинского осмотра можно выявить и предупредить большинство опасных проблем со здоровьем. Именно для этого существует диспансеризация. Она позволяет бесплатно пройти углублённое обследование состояния вашего здоровья, включая необходимые диагностические исследования и медицинские осмотры, объём которых определяется вашим полом и возрастом». Государство гарантирует бесплатное прохождение диспансеризации каждому застрахованному по УМС раз в три года с 18 до 39 лет, а начиная с 40 лет ежегодно. Диспансеризация состоит из двух этапов. Первый этап направлен на выявление признаков хронических, неинфекционных заболеваний и рисков их развития. По его итогам врач-терапевт определяет группу здоровья и необходимость прохождения второго этапа диспансеризации. Если выясняется, что человек здоров, то второй этап ему не требуется. Если у человека на первом этапе выявляют какие-то факторы риска или подозрения на заболевание, то его направляют на второй этап. При этом для прохождения диспансеризации работодатели обязаны предоставить работающим гражданам дополнительные оплачиваемые выходные дни. Для удобства медицинские организации проводят диспансеризацию также по вечерам в будние дни и в субботу. По всем вопросам, связанным с прохождением диспансеризации, вы можете обратиться в страховую компанию «Ингл Страх М», позвонив по номеру бесплатного единого контакт-центра 8 800 600 24 27 или на телефон горячей линии Территориального фонда обязательного медицинского страхования по Новосибирской области 8 800 222 15 15 Еще древнегреческий писатель и философ римской эпохи Плутарх выяснил, кто рассчитывает обеспечить себе здоровье, пребывая в лени, тот поступает так же глупо, как и человек, думающий молчанием усовершенствовать свой голос. Всего доброго, будьте здоровы и до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин